МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Головная бяспека – ходу борошной под контролем управлением МНС и ДАИ. Их лёс – жигунка. У Гомеля узнагородили лепших працевников Галины. А зараза бгытым и иншим – больш падрабязна. Тры районы Гомельской области убрали больше 50% площу зерневых и зернебобовых культур. По оперативных даденных экватор Жнева переодолили господарки у Гомельского, Речицкого и Хонецкого районов. По темпах уборки до лидеров наближаются Брахинске и Добрушске. Самую высокую урожайность збожжевых – 36 сантиметров з гектара – сёня мая Речицкий район. У середнем по области гэты пакашек складает 29 сантиметров з гектара. Усяго в регионе збожжевые обмолоченные на 33% площу. Агульный намолот перевышает 360 тысяч тонн. По разликах специалисту, валовый збор збожжа без кукурузы повинен скласти 1 млн 150 тысяч тонн, что больше, чем у минулым годе. Межтым важно не только собрать урожай у термин, а лезь в Брахчыяго. Супрацовники МНС и ДАИС, уместно с работниками сельгазпродприемств, зараз проводить выездные рейды. Как проходить проверки безопасности на Жневе, высветляла наш корреспондент Вероника Ворошилина. Не глядяши на спякоту в Доброжском районе, и, к зрештой, в остальных кутках в области, комбайны в поле с самой ранницей до позднего вечера. У такой, саправды, тропичная на дворе не складанный перегреца. Как не допустить этого, людей треба забеспечивать пятной водой, а технику – супрать пожарными сродками. Все обеспечили комбайны огнетушителями, песком. Постоянно дежурить у нас техника своя, правда. Мы не привлекаем пожарные машины. Своя приспособленная техника на бочку РЖТ с насосом и трансбоем. Это на случай у другого сгорания. И возле комбайна дежурить постоянно у нас трактор, который с плугами. Ну, вдруг надо где-то пахать. Мало ли какие случаи. Перед каждым выездом в поле обовязковый инструктаж по охове працы и супрать пожарной безпецы. Его проводят супрацовники МНС с уместно с работниками сельгазпредприемства. Мета контролюющих рейдов по перереджению надзвичайных ситуаций у приватности у сгорания. Основная увага супрацовников МНС – наявность у сродка пожаротушения и пристосованные для этих металлтехники. Данные рейдовые мероприятия проводятся с целью контроля за обеспечением пожарной безопасности в период уборочной кампании, проверки знаний работников при уборке урожая, их действиям при возникновении пожара, знания первичных средств пожаротушения, а также обучение работников, задействованных в уборке урожая, правильным действием при возникновении пожара. И в Гомельском районе уборочная не спиняется ни на хвилину. Технику до селетней кампании тут так само подрактовали за годя. Провели ремонт и закупили необходные супротивопожарные сродки. Так само великая комплексная работа была проведена с людьми. Инструктажи по хове праце и супротивопожарной без спецы тут обовязковый штодённый ритуал. А разом с комбайнами у поля заусёды специальная техника для тушения пожаров. Рейды и мыны с аграрой у неполоха, хоть на двород, да их рекомендации тут заусёды ставятся сурьёзно. С сотрудниками МЧС, конечно, проводятся периодические проверки и в полевых условиях, и на самих сушильных комплексах. То есть, если есть хоть малейшие какие-то отклонения, даже лучше сказать рекомендации дополнительные. То есть, они производятся и мы прислушиваемся к ним. И в случае оперативного решения мы всегда созваниваемся и совет спрашиваем, если нужно. А кроме выездных рейдов МНС, подчас уборочной проводятся и проверки держа аутоинспекции. И они накированы на повышение отказности водителям сельгазтехники. Это махчумность и широстно гадать, что транспортный сродок – объект повышенный небеспеки, особливо у такое горачая на дворье. Проверяем физическое состояние водителей. В первую очередь наличие водительских удостоверений соответствующей категории регистрационных документов, чтобы техосмотр на транспортное средство был пройден. Мы призываем, чтобы водители были более дисциплинированы, использовали транспортные средства, которые надлежащего качества, будем говорить так. И не употребляли, конечно же, спиртное, в первую очередь. Соблюдали скоростные режимы и правила обгона. Супрационники МНС и ДАИ отзначают, подчас выездных рейдов серьезных порушений не выявлено. Так само, подчас все летней уборочной кампании не было зафиксовано надзвычайных ситуаций. У аграров застается лезть больше за два тыдня, чтобы в качественный термин собрать новый урожай. Верникова Рашилина, Игорь Марышченко, телеродовая кампания «Гомельс», Добрушского и Гомельского районов. Практично все места, створенные областным наркологическим диспансером для лечения незалежных людей, постоянно заняты. Правда, чекаемый выник досягается не зауседы. Не глядячи на то, что порушение режима может погрожать наводцемяродным заходам, некоторые пациенты знову звертаются до шкодных звычек. Закрытую установу наведали наши корреспонденты. Здыматься на телебачене пациенты наркологичного отделения не погаджаются. Урежте алкогольная ци наркотичная залежность – это не та хвороба, об якой рассказывают с иншим. По словах медиков, практически все 60 месяцев постоянно заняты. А у червени этого года на их увогуле была черга. Эффект у диспансера гарантують. Але кажут, что все залежит от самого пациента, не который начинает уживать алкоголь практически у день выписки. Кто приходит без мотивации, естественно, срываются. Кто приходит с мотивацией, может привезти препарат на год, а не пить по 7-8 лет. У нас есть пациенты, которые не пьют больше 20 лет. Но они все равно приходят, потому что желание выпить периодически появляется. При этом все пациенты обовязково попередживаются. Порушение режима может привести до самых негативных наступств, уключающих сморотный заход. Больше дисциплинованными оказываются люди, которые приходят ляшиться по уластным жаданям. Усе процедуры для них проводятся анонимно. И даже на специальный наркологический улик такие пациенты не ставятся. Консультации, обследование, процедуры возвращаются к себе домой в свою привычную обстановку. На следующий день, если есть необходимость, снова к нам приходят для совершения своего курса лечения. И также в нашем отделении оказывается психотерапевтическая помощь для зависимых пациентов и иглорефлексотерапия. Особенно эта иглорефлексотерапия актуальна для желающих бросить курить. Пациенты наркологичного отделения у перважной большинства не просто аматоры выпить. Шмат хто может находиться у запои по месяце. Рекордсменом з'является Гамильшанин, який уживал алкоголь без перепынку на протягу полгода. Сушасное обсталевание допомагает поставить докладный диагноз. А тому медики завсёды ведают, які леки потребны кожному конкретному пациенту. На жаль, только на змену одним обовязково приходят іншые. Гэта сусветная статистика. У любым громадстве завсёды будуть люди, яких можно аднести до залежных. Если душевное расстройство, различные авторы относят количество этих людей где-то в рамках 1-2% от популяции. Серьёзные проблемы у людей с алкоголем 4%, в целом злоупотребляющих, скажем, алкоголем 10% от населения. Олешин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Все реально позбавиться от згубных звычек без допомоги урачу. Як отримать ляшения бесплатный, што рабить, коли залежность разбураясь сямью. Про гэта подзе размова завтра у программе «Деалог» на телеканале «Беларусь-4». Гостям студии станет галовный урач Гомельского областного наркологичного диспансера Андрей Васо. Программа выйдя у эфир у 19.01.20 хвилин. Свои пытания вы можете задать по номеру телефона промога эфира у Гомеле 77 68 45. У ближайшую неделю свое профессийное свято означать люди, які связали свое житет с Чыгункой. С гэтой нагоды у Гомеле пройшел урачистый сход. Начальник Гомельского отделения Беларуской Чыгунки Рыгор Дворак подвел уголовные выники минулого года и першого по угодзе 2017-го. Так за селетние 7 месяцев перевезено амаль 7,5 млн человек и больше 23 млн тонн грузов. На буйных станциях з'явился вай-фай усталяванной системы видеоназирания. В уголю палепшалася информационная доведочная обслуговання пассажиров. Завершена реконструкция усех вокзалов у районных центрах. Тим, кто внес у гэтой десягнень особливый уклад, напереды дни свята уручили узнагороды. Меня сегодня поощрили за добросумленную работу на беларуской Чыгунце третьей степени. Вы знаете, я люблю железную дорогу. Я считаю, что железная дорога – это одна большая семья. Хордость переполняет за то, что я отдала 38 лет железной дороге. Ни разу, ни разу в жизни я не пожалела о том, что я работала на железной дороге. Нагрудный знак за безаварийный пробег на локомотиве 500 тысяч километров. Я как-то доволен, что руководство оценило труд. Не только меня, многих машинистов, инструкторов, сесарей локомотивного депо «Гобель» и вообще всего всей организации «Гомельское отделение беларуской железной дороги», что очень много было сегодня наград, было очень приятно аплодировать. Гет и иншие новины вы можете знайти на нашем сайте у интернеті по адресе www.tivergomель.by. Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин